Всем добрый день, меня зовут Яковлева Юлия, я преподаватель премиум-отдела школы СКН. Со школой я сотрудничаю уже более двух лет и провела более 4000 успешных уроков на платформе. Многие меня очень часто спрашивают, как ты умудряешься работать от 10 и более часов в день и проводить такие интересные занятия при минимальном количестве времени на подготовке. Сегодня мы как раз об этом с вами и поговорим. Я начала работать в преподавании очень давно, еще в 1999 году. И тогда я попала в команду замечательного педагога-инноватора, которая научила меня многому интересному и научила в первую очередь читать очень полезные книги таких замечательных авторов, которые писали по преподаванию методики преподавания, как Джереми Хармор, Пенни Эр, Джим Скривенер, Майкл Свон и не только. Я помню, что тщательно готовилась к каждому своему уроку, просматривала и прорабатывала огромное количество дополнительного материала, постоянно что-то творила, постоянно что-то создавала, добавляла. Мне очень хотелось, чтобы каждый урок был уникальным, каждый урок был интересным для моих учеников. Работали мы тогда в живых группах по 10 человек. Никто еще про онлайн-образование ничего даже и не слышал. Каждый урок был настоящим шоу, с четко выстроенным сценарием и гармоничной импровизацией. Наша библиотека ресурсов постоянно обновлялась. Я работала с самыми передовыми курсами издательств Оксфорд, Кембридж, Макмиллан. Очень многому училась в иностранных коллегах, которые учились с нами, американских и британских преподавателей. Они были настоящими фокусниками, они обладали замечательным талантом, как из цилиндра кролика доставать какие-то постоянные сногсшибательные идеи и делать урок буквально незабываемым. Вот вам, кстати, первый лайфхак. Чтобы уроки были интересными, расширяйте свой кругозор. Станьте интересными прежде всего для себя, и ваши ученики это действительно оценят. Итак, из чего же состоит идеальный урок? Независимо от возраста, уровня, цели обучения учеников, всегда нужно следовать принципу трех ПИ. Presentation, Practice, Production. На каждом уроке нужно обязательно предоставить ученикам что-то новое и полезное. Проиграть тему на разных упражнениях для практики и вывести их в свободное плавание, предоставить им возможность использовать новый материал в близком для них контенте. Это три золотых ключа успеха. О чем бы ни был ваш урок, если помнить это волшебное правило, успех гарантированно. Первые десять лет уроки я расписывала досконально. В планах всегда были основные ключевые моменты. Warm-up, разминка, revision. Обязательно нужно освежить материал предыдущего урока. Lead-in, настрой на тему урока. Presentation, презентация нового материала. Это текст, видео, шаблон, видеопаттерн, картинка и так далее. Меньше правил, больше примеров. Это была основная тема моих уроков. Это основной принцип построения всех моих уроков. Далее, practice. Задания для тренировки должны быть совершенно разнообразными. Главное, активировать все навыки. Production. Звездный час ваших учеников. Это момент, когда они должны ощутить радость и восторг от того, чего они достигли на своих уроках. Далее, обязательно объявить о планах на следующий урок. В конце, обсудить домашние задания на будущий урок и объяснить, на что настроены задания и как они помогут улучшить результат. Это тоже был очень важный этап построения урока. Каждый этап четко планировался по времени и гармонично переплетался с остальными. Это было достаточно просто, так как уроки велись в рамках четко спланированных курсов. Нужно было просто дополнять их всевозможными. Все гораздо сложнее, если вы решаете вести какой-то авторский курс, либо следуете пожеланиям ученика. Начинаете создавать буквально, кроить материал и получается так называемый тэлорный конкурс. Хорошо, если ученик приходит с конкретной целью. Хорошо, если ученик знает, чего он действительно хочет, какие у него сроки и какие сроки он хочет добиться своей цели. Но очень часто случается совершенно не так, как нам этого хотелось бы. Если четкая цель есть, конечно же, жить проще. Мы берем какой-то курс, определяем сроки достижения цели и расписываем по урочным планам. И идем по нему без особых проблем. Порой дополняя, что-то изменяя в зависимости от результатов, в зависимости от прогресса вашего ученика. Все ученики, конечно же, разные, и у каждого есть своя скорость у своими материалами. Даже один и тот же курс с каждым учеником будет проходить совершенно по-разному. То есть вы будете с того, что вы будете повторяться, и ваша жизнь никогда не станет скучной. Курсы вы будете проходить одни и те же, но звучать они будут совершенно по-разному для каждого отдельного ученика. Очень важно уметь импровизировать, менять ход урока в процессе. Достаточно быть очень гибким. Очень важно быть очень гибким в зависимости от прогресса, в зависимости от того, как ваш ученик работает у себя на уроке, варьировать, импровизировать, менять, что-то убирать, что-то подравлять, что-то каким-то образом менять в вашем плане. Совсем не обязательно проходить курс от корки до корки. Важно выстраивать планы учения, расставляя приоритеты и уделяя больше внимания проблемным зонам и проблемным моментам вашего ученика, проблемным местам в знаниях вашего ученика. Например, пришел к вам человек, который хочет научиться вести дипломатические переговоры, быть представителем других государств, перевести переговоры с представителями других государств. В вашем основном курсе много глав про финансы, продажи, вряд ли полезно это было для вашего ученика. Поэтому такие уроки можно пройти позже, возможно, в качестве дополнительной информации, не придавать им большого значения. А вот тему культурных различий, особенности ведения переговоров в разных странах можно разлить. Рассмотреть примеры различий, послушать записи, посмотреть какие-то видео реальных переговоров, поработать с лексикой, обсудить ситуации, с которыми сталкивается ваш ученик и попробовать применить изученный материал к сценарию из реальной жизни. Практически всегда, взяв за основу какой-то курс, я пересматриваю его и добавляю много дополнительного живого материала, чтобы урок не превратился в скучное перелистывание страниц или заполнение пробсков. Сейчас я все чаще сталкиваюсь с учениками, особенно взрослыми, у которых нет какой-то чуткой цели. Они приходят на уроки, чтобы много говорить. Даже те, у кого совсем еще низкий уровень, хотят поскорее научиться что-нибудь понимать и что-нибудь уже производить, говорить, выражать свои мысли каким-то образом. С низкими уровнями очень помогает упражнение на отработку произношения, какие-то фонетические упражнения, всевозможные скороговорки, стишки, песенки, рифмовки. Эти штучки делают уроки легкими, снимают стресс и страх перед учебным процессом и вызывают улыбку. Очень часто ваш ученик будет довольный, счастливый и совершенно неуставший на улыбке. С теми, чей уровень достаточно высок, очень здорово смотреть кусочки интересных аутентичных видео, подобранных в соответствии с интересами ученика и в соответствии с темами урока. Это отличный повод для дискуссии, для обсуждений, для стимуляции разговорной практики. По ходу просмотра можно выделять интересные структуры, лексику, грамматику и прорабатывать их на отдельных примерах, следуя, опять же, принципу 3П, о которых я сейчас буквально недавно вам говорила. Таким же образом можно работать с текстами. Выходите живые тексты, аутентичные тексты, статьи, интервью, отрывки из книг, какие-то журналы, форумы, какие-то комментарии под каким-то видео, обсуждения. Это очень все полезно. И это содержит огромное количество материала, который нужно использовать на наших уроках. Любой материал на иностранном языке, который нас окружает, он может нам помочь создать успешный материал для урока. Вы еще при этом удовольствие получите, кстати, потому что это уже не скучная подготовка по обычному стандартному пути, да, а вот возможность поделиться интересным материалом с вашим учеником, ну и, в общем, подчеркнуть какие-то знания для себя. Нужно больше читать, нужно больше смотреть, нужно больше слушать. Таким образом мы расширяем запасы для своих новых уроков. Расширяя свой кругозор, опять же повторюсь, мы расширяем запасы материалов, дополнительных материалов для своих новых уроков. Вот многие, наверное, сейчас пожмут плечами, скажут, для поиска, изучения информации, чтения вот этого всего, просмотра видео, нужно время, когда между уроками перерыв 10 минут, тут уж совсем, простите, не до поиска. Если какой-то универсальный магический способ. Очень многие говорят, Юль, ну давай расскажи нам просто вот 2-3 каких-то лайфхака, мы будем их использовать, и наши уроки будут замечательны. Ну, что же сказать? Во-первых, хочу напомнить, что преподавание – это как любое другое признание, как любая другая профессия, это искусство, во-первых, но и при этом кропотливый. Вот все-таки несколько универсальных советов у меня на эту тему есть. Универсальных советов. Итак, представьте, что у вас первый урок с новым учеником, вы вообще ни разу ничего не слышали, и впервые встречаетесь на вашем первом занятии. Подготовиться к этому уроку заранее практически невозможно. По крайней мере, необходимо выполнить решение вот следующих задач. Развести, в первую очередь, нужно прекрасное впечатление, первое впечатление. То есть первое впечатление сыграет на всей дальнейшей вашей судьбе с вашим учеником. Обязательно идите на урок с искренней улыбкой. Но старайтесь не перебарщивать, не переусердствовать, потому что улыбка должна быть действительно нитуальна. Человек действительно должен понимать, что вы рады его видеть, и что вы получаете удовольствие от процесса общения и от упражнения. Далее. Необходимо узнать как можно больше информации об ученике, о его целях, о его предпочтениях. Очень многие люди любят говорить о себе. В основной своей массе, конечно, есть какие-то совершенно сдержанные люди приходят к нам, они о чём не хотят говорить, не хотят ничего рассказывать. Но в основной своей массе людям нравится рассказывать о себе, и люди любят внимание, люди любят, когда их слушают. Очень важно уже на первом уроке как можно больше узнать об ученике и даже уже дать какие-то интересные первые фразы, какие-то клише, какие-то структуры, выражения, которые были полезны для ученика, основываясь на том, о чём он рассказал о себе. И вот именно с первого урока показать ему, что занятие действительно полезно. Возьмите какие-нибудь фразы по типу I have been to or I have done something. То есть человек рассказывает о себе, рассказывает о своих путешествиях, рассказывает о своём опыте, и ему уже становится хорошо от того, что он смог выразить себя, выразить свои эмоции, и он вам благодарен за то, что вы ему этот путь раскрыли. Если, например, человек у вас не лингвист, он не работает с теоретической грамматикой, не нужно особо выявляться в дебри правил. Но если вы работаете с тем, что действительно необходимы эти детали, тут уж нужно потрудиться и хорошо подготовиться, и чтобы можно было рассуждать о теории. Вообще, кстати, учитель преподаватель английского языка должен постоянно развивать свои знания, свой уровень. Постоянно поддерживать, постоянно быть в курсе каких-то изменений в структуре, в грамматике, в лексике и так далее. Следующий лайф. Внимательно слушайте ученика и задавайте как можно больше вопросов в процессе беседы, находя всё новые и новые темы для обсуждения. Этот способ очень помогает построить дальнейшие уроки и понять, чего же ученик в этой жизни хочет. Ну и, в принципе, понять, какой сам по себе человек ваш ученик. Очень полезно также рассказывать иногда интересные факты из своей жизни чуть-чуть, стараясь больше концентрироваться, концентрировать внимание, конечно же, на ученике, но им тоже иногда бывает интересно что-то о нас узнать. Стимулируйте вопросы, дайте вашему ученику понять, что он может задать вам любой вопрос и поинтересоваться о любых деталях ваших историй. И в таком случае у вас получается такое живое общение. Выстраиваете некое рафон, так называемое. Это вот эти взаимоотношения с учеником, когда вы строите ваши уроки на взаимодоверие, и они уже превращаются не просто в какие-то рутинные лекции, скажем так, или отработку каких-то структур, а именно живое общение. Человек расслабляется, и, соответственно, получается результат. Человек не только знает структуры, и большое количество лексики он еще может говорить, он еще прекрасно общается с носителями и с людьми, и говорящими на английском языке. Следующая тема касается того, что делать, если ученик совершенно инкроверт, он приходит к вам на урок, он не хочет что-то про себя рассказывать, и вас он тоже слушать особо не хочет. Но вот тут, выяснив постепенно его интересы, все равно что-нибудь человек про себя дорасскажет. Нужно пускать в ход всевозможные дополнительные материалы, какие-то видео интересные, какие-то статьи, обязательно понять, о чем было бы ученику интересно читать, и что было бы им интересно смотреть. И, соответственно, вот поняв такую тему, какие темы ученику интересны, уже будет легче выстраивать каждый свой новый урок. Возьмите какое-то видео, буквально коротенький сюжет, его можно подобрать даже в промежутке между последующими уроками. Я обычно все эти ссылки на различные видео я себе подкладываю. То есть я что-то смотрю в свое свободное время, независимо от того, готовлюсь к урокам или нет, я вижу что-то полезное, я себе это специально отдельную папочку откладываю, и я всегда знаю, что я в этот какой-то определенный момент могу к этой папочке вернуться и взять себе эту ссылку на какой-то текущий у меня урок. Следующий очень важный момент – это не забывайте о том, что ученика нужно постоянно поощрять. Нужно искренне радоваться его прогрессу, нужно его постоянно хвалить. Так у вас больше шансов, во-первых, его разговорить, а во-вторых, больше шансов на то, чтобы ученик получал удовольствие, получал пользу от ваших занятий. И лучше записывать за учеником все самое интересное, все какие-то детали его увлечения, какие-то мелкие кусочки информации, которые он раскрывает о себе, нужно всегда каким-то образом помечать. Всегда помните, если ученик рассказал вам о чем-то очень важном, и в начале следующего урока обязательно спросите его, чтобы показать, что да, действительно, вы не просто отсиживаете с ним уроки, но вы еще и заинтересованы в его жизни, в его процветании, в его развитии. И это очень, кстати, сближает ученика-учителя, и атмосфера преподавания, атмосфера урока, она совершенно становится более открытой и более полезной. Обсуждают ли ошибки? Это тоже, кстати, вопрос очень хороший, причем обсуждение ошибок иногда занимает некую часть урока, и она, кстати, очень полезная, эта часть. Это очень эффективно. Каким образом можно обсуждать ошибки? Нужно дождаться, пока ученик выскажется, закончит свою мысль, и по ходу можно записывать ошибки. Можно на платформе у нас, допустим, есть скрытая опция записок. Мы можем это записывать на листочек. То есть делать это нужно совершенно непринужденно, чтобы ученик не подумал, что вы отвлекаетесь, что вы его не слушаете. Также, чтобы он не был смущен тем, что вы постоянно что-то пишете, объясните ему изначально, перед началом ваших уроков, объясните ему, что вы не будете его прерывать во время говорения, но вы будете делать свои пометочки, которые можно будет объяснять, чтобы ученик понимал, чем там преподаватель занимается, пока он там старается что-то вам рассказать. Ошибки мы можем записывать, а потом предложить эти ошибки ученику самому исправить. Если появляются какие-то затруднения, то есть человек не может понять, в чем ошибка. То ошибку можно подсветить цветом, можно ее выделить, все-таки дождаться, пока человек сам объяснит, в чем проблема, и найдет правильный вариант. Кстати, работая онлайн, очень легко всегда сориентироваться, потому что прежде всего, когда мы просим ученика исправить ошибки, мы должны быть очень уверены и быть способными объяснить ту или иную романтическую структуру или ту или иную ошибку. Вот так еще раз повторяю, что работая онлайн, это, конечно, проще, потому что можно оперативно всегда найти нужный ответ, найти правильное объяснение какому возникшему вопросу. Вот иногда ученик приходит на урок, вы его ждете, и вы уже настроены на урок, у вас есть план даже предварительный, а ученик буквально задает вам новую тему разговора. И она совершенно не подходит и не совпадает с запланированием. То есть вы буквально как бы не готовы. Вот в этой ситуации не нужно паниковать, нужно просто уметь поддержать беседу на любую тему. И в этом, конечно же, нам помогает саморазвитие. Можно, опять же, больше читать, постоянно смотреть, постоянно пытаться уточнить в грамматических сферах структура. То есть саморазвитие преподавателя на странном языке, как и любые преподаватели, это одно из ключевых важных условий успеха. Кстати, копилка материалов должна быть у каждого преподавателя. Это просто мастхэв. Его нужно, этот материал, собирать. Нужно изучать какие-то имеющиеся методические пособия, постоянно следить за какими-то новинками, постоянно мониторить, отслеживать какие-то сайты. Я очень люблю BBC, я очень люблю Cambridge, сайты. Я очень люблю Oxford, Macmillan. Эти издательства, они дают очень много информации, как разнообразить урок. Также у нас с вами есть YouTube, на котором очень много полезных советов, полезных сайтов. То есть постоянно нужно преподавателю быть в поиске. Я являюсь свободной минуткой, нужно что-то посмотреть. И опять же, делайте это так, чтобы это было привязано к каким-то запросам, которые у вас есть сейчас от студентов, либо, возможно, вы что-то предсказываете на будущее себя. Развивайте вообще у себя навыки поиска информации. То есть research skills – это очень важно. Смотрите видео для профессионалов, смотрите видео из разных сфер, в зависимости от того, с какими учениками вы работаете, какие у учеников цели и о чем вам предстоит с этими учениками говорить. Самое интересное, что найти материал для готового урока можно практически в любом англоязычном тексте. Смотрите ли вы фильм, читаете ли вы книгу себе в удовольствие. В каждом носителе информации найдется что-то, либо какие-то выражения, или какие-то драматические структуры, с которыми вы сможете работать на своих дальнейших уроках. Сейчас я вам раскрою еще один совершенно потрясающий секрет. Я начала не случайно, не сказав вам о том, что я уже два года сотрудничаю со Skyeng и провела более 4000 успешных уроков на платформе. У Skyeng есть замечательная платформа Winbox. Платформа Winbox устроена таким образом, что в ней находится большое, огромнейшее количество материалов, широчайший вид курса, курсов как общих, так и специализированных и на любой возраст, и для любого уровня ваших учеников. Над разработкой этих курсов трудится целая группа экспертов. Курсы постоянно обновляются, постоянно совершенствуются. Это наеудобнейший инструмент для преподавателей, которые еще только особенно начинают свою карьеру в преподавании, а также и для опытных преподавателей, опытных профессионалов своего дела. Я, прежде всего, досконально изучила, я выделила время, я досконально изучила все имеющиеся варианты, все имеющиеся материалы на платформе. Я постоянно это делаю, потому что постоянно переспатливаю, потому что постоянно все добавляется, как я уже сказала. Зная, вот как найти, как разобраться на платформе, можно за считанные минуты настроиться на любой уровень. Естественно, нужно предварительно потратить какое-то время на изучение платформы, и в дальнейшем вам будет намного легче переключаться от одного ученика, с одного ученика, с одного урока на другой. Совершенно безболезненно. Бывает такое, конечно же, что вот ваш ученик, опять же, пришел к вам на урок, он совсем хочет на то, что вы для него подготовлены. В этой ситуации нужно быть очень гибким, нужно умудриться за нескольких секунд, а ваш ученик говорит свою фразу, открыть тот слайд, открыть тот урок, открыть ту тему, которую вот сейчас он бы хотел с вами обсуждать. Такое случается достаточно часто. Очень часто ученики буквально ставят с ног на голову весь ваш предварительно задуманный план, и приходится импровизировать по полной. У меня с этим достаточно хорошо все получается, потому что в свое время не только я преподавала английский язык, я еще успела попробовать себя в всяких разных проблемах. В международном бизнесе, в дипломатии, в школе в свое время, и помимо этого я еще и маму двух замечательных детей и бабушку. То есть уж найти тему для разговора со своими учениками, я всегда могу. Учитывая то количество материала, которое я постоянно просматриваю, читаю, изучаю, интересуюсь, то это всегда очень меня выручает. Еще один инструмент, позволяющий сократить время на подготовку, это персональные треки, которые также доступны нам вот на платформе Winbox от SkyM. Что это такое? Я расскажу в отдельном видео. В двух словах. Персональные треки – это специально разработанное, разработанная программа, она подбирается от каждого ученика в соответствии с первоначальными запросами. Программа используется с искусственным интеллектом. И вы, соответственно, получаете готовый курс, который можно каким-то образом варьировать, который можно редактировать, что-то добавлять, что-то выбирать. При этом основа у вас всегда есть. То есть у вас есть некое представление о том, что ваш ученик знает в ближайшее время, что вы будете с вашим учеником делать. Вот это можно, то есть всю эту подборку брать за какую-то основу и уже потом отслеживать результаты, уровень прогресса и как-то варьировать ваш материал. Еще такие треки, удобные темы, есть персональные треки, разработанные на этой системе, а есть возможность составлять план обучения самостоятельно. То есть вы можете заблаговременно каждому ученику прописать, подготовить какое-то количество уроков, и уже каждый раз открывая новый урок, вы сможете увидеть, какой материал вам предстоит сегодня обсуждать. Некоторые уроки, например, основаны на какой-то обширной домашней работе. Ученик готовится, и уже на непосредственном уроке вы можете очень много времени уделить говорению. Такой подход очень хорошо работает с учениками обычно высоких уровней, им очень нравится, очень любят говорить, они не любят нажимать какие-то кнопки, заполнять пробелы, делать какие-то упражнения, поэтому самостоятельную работу даем на дом, а на уроке стараемся поддерживать беседу, вести непринужденный разговор, чтобы это было даже больше похоже на обычную беседу, чем на какой-то урок. С высокими уровнями также очень хорошо проходит на ура тренировка отработки произношения, можем тренировать какие-то акценты, можем пытаться говорить, как какие-то известные люди, подражать каким-то актерам, политикам. Это очень часто делает урок веселым, расслабленным, и бывает очень-очень замечательно. Человек даже не успевает понять, что урок заканчивается там без того времени, и тебе очень не заметно. Если у ученика какие-то конкретные цели, подготовка к экзаменам, интервью, какие-то презентации, выступления, переговоры и так далее, прочие специальные запросы, также можно успешно осуществлять уроки, не тратя большого количества времени. При этом очень важно хорошо разбираться во всех особенностях речи, той или иной сферы, над которой необходимо будет работать. Нужно хорошо знать направления, в которых заинтересован ваш ученик. Если не знаете, то желательно что-нибудь там почитать. У нас есть ученик, data scientist, и он пишет научные работы, связанные со своей сферой. То есть хотя бы, чтобы понимать, о чем вы будете с учеником беседовать, нужно какую-то часть материала для себя отыскать в интернете. Почитать можно, посоветоваться с вашим учеником, можно уточнить, чтобы он вам порекомендовал для понимания той или иной темы. И, естественно, опять же, на уроке будет гораздо проще, если такую подготовку провести. Она также не занимает отдельного времени. Ее можно связать с вашим свободным временем. То есть когда вы читаете, как я уже говорила, за то, что вы смотрите, пытаетесь новое узнать. Ученик также должен быть заинтересован. То есть нужно обязательно, он должен быть заинтересован, и его поэтому нужно постоянно поощрять. На каждом уроке нужно выявить что-то, с чем ученик не особо справляется, либо есть какие-то сложности. Может быть очень внимательным, потому что ученик не делает на уроке. И это вот как раз вам будет темой для разговора на следующем уроке. То есть где-то зафиксировать у себя в записочках, напишите, что ага, вот здесь мы изучали past models, или у нас там был третий conditional, или mix conditional, не пошло. Давайте следующий урок мы посвятим работе этой конкретной темы. Опять же, все зависит от ученика. Если ему интересно этим заниматься, можно потратить весь урок. Если вы чувствуете, что недостаточно увидеть структуру, и прям буквально количество времени в начале урока отработает структуру без особого углубления в правила, это тоже нужно учитывать. Итак, конечно же, советов гораздо больше, но так как время у нас почти заканчивается, я хотела бы в заключении сказать еще, что наш век онлайн-преподавания, у нас, у преподавателей, очень много возможностей быть гибкими в процессе урока. Мы можем что-то добавлять постоянно, что-то изменять. Имея коллекцию дополнительных каких-то полезных ссылок, видео, онлайн-текстов каких-то, картинок, онлайн-тестов и так далее, интерактивных занятий, вот эту копилку имея, мы можем совершенно безболезненно проводить то количество уроков, о котором мы с вами в начале эфира говорили. И причем уроки эти будут достаточно успешны, чего мы, в принципе, все и хотим добиться. Ничего не бойтесь, не бойтесь чего-то не знать на уроках, это совершенно нормально. Всегда можно вовлечь ученика в процесс уточнения информации, кстати. Я стараюсь, конечно, очень много работать также над своими, не только педагогическими науками, но знаниями грамматики, лексики и так далее. Но бывают ситуации, когда мы совсем не могу объяснить никак, тогда мы просто сотрудничаем таким образом, что мы вместе начинаем искать информацию, онлайн нам позволяет, видео нам позволяет, и мы эту информацию находим и обсуждаем совместно. И опять очередной успешный урок. Напоследок хочу вам сказать, никогда не прекращайте узнавать новое. Как говорится, потолка нет. Скайс, донбит. У вас все получится. Я желаю вам отличных уроков и благодарю за то, что послушали мою информацию. Всего доброго.